И о том, что происходит в районе Мариуполя, узнаем у Эльвины Сидбулаевой. Эля, здравствуй. Что тебе известно? Да, Наташа Кананаде под Широкино. Они утихают с утра. Залпы тяжелых орудий доносились и до самого Мариуполя. Вот в поселке Бердянском стоят бойцы 37-го мотопехотного батальона. И рассказывают, что террористы сначала обстреливали их из минометов, гранатометов, а потом пошли автоматные очереди. Ребята попали под снайперский обстрел. Есть раненые. Ждали, пока танк вытянут. Один трехсотый. Нам не дали арт-обстрел. К нам танчик приехал. Начали закидывать минами. Не давали даже голову поднять. Вот это сколько? Два часа просидели там. Снайперы отслеживают перемещение любого солдата и стреляют, потому что держат в постоянном психологическом давлении два танка. непосредственно в самом Широкино. Ориентировочно три танка находятся в районе Саханки. И дальше, конечно, у них значительно больше группировка войск, включая танки, БМП. Широкино все в руинах. И сегодня боевики нарушили минские договоренности. Применили и 120-мм миномет, который должны были отвезти. Взрывы и залпы не пугают самого младшего бойца Василия. И в Широкино наши бойцы засекли женщин-снайперов. Они маскируются под мирных жителей. И недалеко от позиции, где стоят наши бойцы, мы видели представителей ОБСЕ. Зафиксировали ли они массированный обстрел наших позиций, неизвестно. Ситуация остается напряженной, и звуки выстрелов сейчас слышны в Мариуполе. Наталья. Спасибо, Эля Эльвина Сидбулаева о мариупольском направлении.